14 человек пострадали в результате крушения пассажирского поезда в Жамбылской области. Всем им оказали медицинскую помощь. Известно также, что погиб 12-летний ребенок. По предварительным данным, ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение, в результате чего и произошел сход вагонов. Это пока предварительная причина ЧП, но о подробности сообщает Морал Аманжолова. Молодые военнослужащие, которые были в числе пассажиров, разбивали окна и вытаскивали застрявших в роковом поезде Байтирек. При этом сами истекали кровью. В том же перевернувшемся вагоне находилась группа детей, которые возвращались из Астаны. К счастью, никто из них не пострадал, рассказывают пассажиры. Парни просто посторонние вытаскивали с вагонов. Хорошо ехали эти, как служивцы, молодые служивцы ехали. Мы сами не поняли, что произошло. Мы сидели в купе, разговаривали. И был грохот сильный, мы даже не поняли сами, что произошло. Сколько было детей в вагоне, ехали из Астаны. Да, мы детей, у нас было 29 человек, 18 детей. Мы полностью с учителем ехали. И мы не поняли, когда начало переворачиваться. Мы начали выбивать окна, там не было молотков. Не было. Потом парень вышел и выбил оттуда. Конечно, мы всех вытащили. Вот Татюшка помогала тоже. Мы как вытаскивали, мы не помним. Все в шоке были в такой ситуации. Что скажете? Сами не видели, а мы в шоке были. Мы сколько ездим на поезде с сыном, на бездельных соревнованиях. Мы никогда в жизни такого не видели. Вот это последняя поездка наша. Несмотря на это, спасти 12-летнего ребенка не удалось. Травмы различной степени получили еще 14 человек. Для спасения пассажиров в зажатых перевернувшихся вагонах использовали все подручные средства, рассказывают очевидцы. Спасатели и врачи также задействовали реанимобиль. На место ЧП незамедлительно на вертолете Казавия-Спаса вылетели первый заместитель Акима Жамбулской области, руководитель управления здравоохранения и ДЧС региона. Для выяснения причин уже создана специальная комиссия в Казахстан-Тимиржола. По итогам этого расследования будут приняты жесткие меры по отношению к тем соответствующим руководителям, которые должны отвечать за эту безопасность, которая должна обеспечить безопасность движения пассажирского поэта на данном участке. Будут приняты все меры по итогам именно работы комиссии. Все меры, чтобы данные случаи больше не повторялись. В 20-ти вагонам поезде следовали 832 пассажиров. Из них 488 уже отправлены в Алматы. Остальные отказались от перевозки железнодорожным транспортом и добираются до мегаполиса на машинах. С рельсов же сошли 6 вагонов, из них 3 опрокинулись на бок. Всех пострадавших принимают сразу две больницы ШУ, которые переведены на усиленный режим работы. В Казахстан-Тимиржола заявили, что компенсации всем пострадавшим будут выплачены. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело. Расследование взято на контроль главной транспортной прокуратурой. Наши корреспонденты в Жамбылской области сейчас находятся в одной из клиник города ШУ, куда поступают пострадавшие после схода вагонов пассажирского поезда. С последней информацией по телефону готова поделиться Анастасия Сулейманова. Добрый вечер, коллега. Скажите, как врачи оценивают состояние пациентов? Здравствуйте, Лаура. Скажите, как обстоит ситуация во второй больнице? Во второй больнице сейчас работает в усиленном режиме. Сюда доставили три человека. Им также оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой для дальнейшего лечения. Лаура. Благодарю вас, коллега. Это была Анастасия Сулейманова с подробностями о случившемся ЧП с поездом.